Технология шоковой заморозки хлебобулочных изделий в историческом контексте не нова. Первые попытки продлить срок хранения хлеба или батонов с булочками без ущерба их качеству появились еще в 30-х годах прошлого века. Однако серьезное распространение процесс получил ближе к его концу. Сегодня же в Европе или, к примеру, Канаде замороженный хлеб занимает порядка 80-90% рынка. Замороженный хлеб далеко не новинка. Вот и берестейский пекарь, идя в ногу со временем, установила на предприятие камеру шоковой заморозки с температурным режимом минус 35 градусов. С ее помощью температура мякиша понижается до минус 18, менее чем за 3 часа, при этом сохраняя все свойства хлеба неизменными. Технология шоковой заморозки обеспечивает сохранность качества свежего продукта. Само понятие «замороженный хлеб» обывателя пугать не должно. В непосредственно замороженном состоянии он находится только в период транспортировки или хранения. Перед продажей проводится процесс дефростации, разморозки. Дефростация хлеба, либо хлебобулочных изделий, может происходить тремя способами. В естественных условиях, в районе 4 часов при температуре 18 окружающей среды, в печках, в духовых шкафах и в микроволновых печах, всем привычным для нас. Три вида разморозки. К слову, ни на вкусовых, ни на каких-либо иных свойствах продукта негативно шоковая заморозка не сказывается. Скорее наоборот, это дает возможность существенно увеличить сроки реализации без использования консервантов. Освоенная пекарем технология позволит существенно расширить географию экспорта. Первая пробная партия замороженной хлебобулочной продукции уже отправлена в США. 30-40 тонн ежемесячно уезжают в Российскую Федерацию. В активной фазе проработки, к примеру, Китай и Израиль замораживают продукцию в настоящее время на трех заводах пекаря. У нас сегодня три филиала работают по такой технологии – шоковой заморозке. Брест, Барановичи и Пинск. То есть первоначально, скажем так, это у себя применили Барановичи, а уже последствия опробировали, увидели, что перспективно и уже взяли и Брест, и Пинск. Шоковая заморозка хлебобулочных изделий сегодня для Беларуси понятие новое. Однако специалисты убеждены, пройдет несколько лет, и многие торговые объекты придут к тому, что работать с такой продукцией гораздо проще и выгоднее, чем держать свою мини-пекарню. Ведь после разморозки в специальной печи такой хлеб ничем не отличается от только что испеченного, а процесс занимает гораздо меньше времени и не требует серьезных затрат. Продолжение следует...